Друзья, всем привет! Мы находимся в городе Ростов, в замечательном офисе у Артёма Тимофеева. Привет, Артём! Привет! Здесь царит рабочая атмосфера, несмотря на то, что второй день лета, и многие задумались о том, что пора копать грядки, пора отдыхать, но люди приходят, узнают о новой концепции, о новом маркетплейсе Armel, и не остаются равнодушными. Артём, я знаю, что у тебя в жизни такой этап классных изменений. Надеюсь, это уже не секрет. Ты купил недвижимость в Турции, с чем мы тебя безумно поздравляем. На берегу Средиземного моря, однако. Круто! Очень рада за тебя. И в ближайшее время, я знаю, ты уже уезжаешь, да? К сентябрю планируем перебраться, там какое-то время пожить, насладиться природой, морем, семьей. Знаю, что у многих партнёров сейчас возникает вопрос, а что будет с бизнесом? Вот не боишься ли ты, что уехав в другую для тебя страну, твой бизнес, ну, что-то с ним произойдёт, в общем? Аннет, на самом деле я не переживаю, потому что наш бизнес, он сейчас, по сути, в телефоне, да, или в ноутбуке большей частью, потому что сама концепция маркетплейса, она вообще дала возможность гораздо более так удалённой работы, то есть люди сейчас делают заказы через телефон сейчас, гораздо больше возможности вести бизнес через интернет, онлайн, да, коммуницировать с людьми. Единственная проблема, которая меня беспокоит, это то, что нужно запастись товаром на ближайшие полгода, взять это с собой, вот тут стоит сейчас несколько коробок огромных с продукцией, которые я возьму с собой, потому что, ну, с доставкой туда пока ещё не очень. Но что хорошо, что с доставкой в Россию, в Казахстане, в Беларусь и во всех странах, где сейчас РМЛ представлена официально, всё отлично, и вы можете получать товары, товары нашей торговой марки, товары с маркетплейса вообще без проблем, несколько кликов. На самом деле я соглашусь с Артёмом, я неспроста задала такой вопрос, потому что действительно бытует такое мнение, что у тебя бизнес будет там, где ты находишься, но сейчас наша семья, она путешествует тоже по Краснодарскому краю, и применив новую идею, да, продажа идея маркетплейса не оставила меня тоже равнодушной, потому что в чужом для меня городе у нас за несколько дней было три регистрации, и люди интересуются именно возможностью, возможностью зарабатывать на этой теме. Поэтому это действительно уникальная возможность, даже если вы находитесь в какой-нибудь маленькой деревушечке, и вам кажется, что ничего никому не нужно, либо в большом мегаполисе, либо как Артём, да, сейчас имеет возможность переехать в другую страну, это только расширяет ваш бизнес. Ну и хотелось бы, чтобы ты дал несколько рекомендаций на летний период, потому что, опять же, знаю, что многие сталкиваются с такой проблемой, что лето, жара, никому ничего не нужно. Так ли это? Ну, на самом деле, у этой теории есть одно чёткое обоснование, потому что летом количество активных партнёров, оно имеет свойство уменьшаться. Почему? Потому что всё равно люди отдыхают, когда люди отдыхают, они на какой-то период выключаются. Дачи, огороды, море и так далее. Это логично. Поэтому, если вы хотите, чтобы ваш бизнес в лето не то, что там не просел, а сохранился или вырос, ваша задача, скажем так, тех людей, которые выпали на какой-то период, кто-то на месяц, кто-то на полтора, кто-то на два, просто заменить временно новыми людьми, теми, кто будет готов включиться в работу здесь и сейчас. То есть, по сути, ваша ключевая задача на лето – это рекрутировать. Для того, чтобы потом осенью и зимой, за счёт тех новых партнёров, которые к вам придут, и которые, естественно, будут звать людей за собой, вырасти просто в разы. Могу привести пример своего 2016 года. Это первое моё лето полноценное в Армель. И в конце мая мы входили с оборотом там около 3000 баллов. А за счёт максимально активного рекрутинга в лето к концу уже августа этот оборот был 6 с лишним тысяч баллов. И в итоге, опять же, этот фундамент дал то, что в декабре мы закончили с оборотом в 38 или 36 тысяч баллов. То есть, ну, рост был очень большой. Поэтому ключевое, на чём сейчас нужно сфокусироваться – это рекрутинг. Даже не на том, сколько у вас баллов там в июне, а сколько баллов в июле на самом деле. То есть, вы сейчас работаете на перспективу, на осень, на конец года, чтобы получить результаты там. Причём, ты говоришь о 2016 году, да? Да, да. А мы работали ещё немножечко в другой концепции, да, где действительно, ну, была привязка к какому-то одному бренду. И, соответственно, люди, ну, сложнее в этот процесс въезжали, так скажем, летом именно. Сейчас, друзья, это делать намного проще, потому что, по сути, рекрутируя на нашу новую концепцию, мы в жизни человека практически ничего не меняем, потому что человек продолжает делать привычные для него действия. Он покупает на Marketplace, видит, какой шикарный кэшбэк он получает и думает, а почему бы мне об этом не рассказать, да? И вот тут начинается самое интересное. С этого момента, когда вы принимаете решение стать богатым человеком, компания начинает вам платить деньги. Поэтому, если ты ещё не принял решение к активным действиям, пересмотри данное видео, прими правильное решение. Ну, а если ты ещё не зарегистрировался на Marketplace, срочно это делай, делай заказ, покупай привычные себе продукты, смотри, какой офигительный кэшбэк ты при этом получишь и срочно расскажи об этом всем своим друзьям и знакомым. Ну, а мы побежали это делать в Ростове, с вами была Олесь Селезнёва и Артём Тимофеев. Всем пока!